Итак, коллеги, всем добрый день. Итак, сегодня мы с вами пообщаемся на тему трейл-ориентирования. Сегодня у нас в гостях Алексей Волков, кандидат педагогического флук и тренер сборных Санкт-Петербурга и России по трейл-ориентированию. А также у нас сегодня в гостях Наталья Камоленкова, мастер спорта, трехкратная чемпионка России. И также член сборной России и города Санкт-Петербурга. Передаю слово им. Коллеги, добрый день. Здравствуйте, уважаемые друзья. Прежде чем начать нашу с вами сегодняшнюю встречу, я бы хотела попросить вас, присутствующих, написать коротко в чат, есть ли у вас опыт участия в соревнованиях в стартах по ориентированию, виделись ли мы с вами заранее, ранее вернее, потому что я знаю, что здесь могут быть люди, с которыми мы уже виделись, а также какие-то новички, чтобы понимать, кто здесь присутствует, я попрошу дать обратную связь. Пока соображают, может быть, кто-то, никто вообще не объявится, я хочу сказать, что сегодняшняя наша встреча будет больше практической, потому что мы с Алексеем хотим больше показать сегодня, помимо практики, помимо теории, как же сделать на практике варианты организовать дистанцию для того, чтобы ваши ученики могли готовиться уже к большим стартам по ориентированию. Пробовали, знаем, пишут в чат про ориентирование, значит, мы будем говорить на более профессиональном, так сказать, языке. Ну и слово Алексею, если он, может, хочет что-то вступительное сказать, то у него есть минутка, либо мы начинаем. Ну, я просто хочу сказать спасибо большое всем и организаторам, и участникам, те, кто проявляют интерес к такому интересному направлению, как спортивное ориентирование вообще и трейл-ориентирование в частности, так как ориентирование всегда нас окружает, всегда рядом с нами, во всех сферах жизни, ну и об этом мы сегодня с вами подробнее поговорим. Передаю слово Наталье. Спасибо. Да, все, значит, мы можем начинать. Хочу рассказать о том, что вообще в Международной Федерации ориентирования есть четыре вида ориентирования. И вот сейчас на слайде представлены значки Международной Федерации, которые обозначают каждый свой вид. Легко идентифицируется ориентирование бегом, ориентирование на велосипедах, ориентирование на лыжах и трейл-ориентирование. Трейл-ориентирование – это тот значок, где изображены два человека, один из них на коряске, другой – нет. И это не случайно, потому что этот вид ориентирования подразумевает участие спортсменов с различными двигательными возможностями, потому что это ориентирование не на скорость, а на точность принятия решений. И дальше мы уже попозже расскажем поподробнее и покажем, естественно, как провести такой вид ориентирования, допустим, у себя в классе, в рамках урока физкультуры. Алексей уже сказал, что ориентирование нас встречает с ранних лет, и на самом деле это междисциплинарная такая дисциплина, она помогает развивать навыки, например, в понимании окружающей среды. На уроках географии мы изучали компас, но в школе, да, вот я изучала компас, но никогда бы на практике я не пользовалась, кроме как в ориентировании. То есть получилось, что мой навык в беговом ориентировании помог мне в школьной программе. Или, например, мы в ориентировании используем различные длинные пропорции, перевода из масштаба карты в расстояние на местности. Тут тоже нужны какие-то некие математические навыки, их нужно применять, и получается, что, занимаясь ориентированием, развиваешься в различных направлениях. Ну и хочется рассказать про каждое, каждый из видов немножко отдельно. Ориентирование бегом. Я сама ориентированием занималась с 2002 года, занимаюсь с 2002 года, и раньше я как раз принимала участие в данной дисциплине, в ориентировании бегом и ориентировании на лыжах. В ориентировании бегом все на самом деле достаточно просто, есть несколько видов дистанций, короткая, средняя, длинная, и ты при помощи карты и компаса преодолеваешь дистанцию соответствующей длины по контрольным пунктам, по контрольным точкам. Конечно, в зависимости от уровня спортсменов дистанции могут быть абсолютно простые, там, парковое ориентирование, сейчас, кстати, есть городское ориентирование, очень, мне кажется, интересный вид, городской спринт называется. Так и уже к сложным картам можно было переходить в рамках, например, Карельского перешейка, и даже есть, у нас есть такая многодневка, скалы Карелии, кубы Карельского перешейка, когда выбирается местность, такая насыщенная скалами, скальный рельеф, камни, достаточно сложная как для ориентирования, так и для физического преодоления всех этих препятствий. Ориентирование на лыжах немножко проще в плане того, что нет свободы передвижения на лыжах по лесу, так как ты можешь передвигаться бегом, поэтому заранее организаторы соревнований делают дистанцию, прокладывают и сеть тропинок прокатывают обычно на снегоходах, и ты уже при помощи этой сети тропинок и ее используешь, чтобы передвигаться по местности, ну и также проходишь дистанцию. Также в ориентировании на лыжах есть вид такой, как маркир. Ты едешь на лыжах по маркированной трассе, и у тебя на этой трассе встречаются контрольные пункты, которые ты должен идентифицировать на карте, то есть понять, на каком же именно холме, если, грубо говоря, стоит пункт, и отметить в карте. Мы прям кололи иголочкой в нужную точку, и потом нам начисляли штрафные круги, если мы отклонялись на какое-то определенное расстояние от правильного ответа. Ориентирование на велосипедах – это, наверное, такой средний вид между ориентированием бегом и ориентированием на лыжах, потому что отчасти есть какая-то сетка дорог и тропинок в лесу, но, тем не менее, в принципе, можно велосипед взять на плечо и перейти, например, там какое-то расстояние, если тебе проще пройти пешком, например, 100 метров, а не объезжать там пару километров. Но принцип такой же у тебя и заданное направление, ты его проезжаешь и финишируешь. А про трейл-ориентирование говорю отдельно, потому что данный вид, он не подразумевает перемещение на скорость, как три предыдущих вида, а на точность принятия решений, как я уже ранее сказала. И в чем же она будет заключаться, мы поговорим попозже, даже там будут такие слайды с примерами, мы их разберем конкретно, потому что нагляднее будет понятнее. Я вижу, что Алексей тянет руку. Да, да. Прожу прощения, что немножко вклиниваюсь. Я еще хотел бы добавить, я вижу, что у нас есть замечательный сурдопереводчик. Я бы хотел еще отметить, это очень важно, то, что спортивное ориентирование входит в программу спорта глухих. И на сурдолимпийских играх наши спортсмены-ориентировщики также с нарушением слуха спортсмены участвуют и добиваются высоких результатов. То есть из всех дисциплин ориентирования в спорте глухих это единственное, что поднялось так высоко и стало олимпийским видом программы. И это очень дает хороший стимул для спортсменов с нарушением слуха. Там тоже есть своя градация, но по сути это тоже ориентирование, это ориентирование бегом там эксплуатируется. И хочу отметить, что когда наши ребята с нарушением слуха подключились и к трейл-ориентированию, то были очень высокие у них результаты. И первое соревнование, которое мы провели в Санкт-Петербурге в 2016 году выиграл скромный 14-летний глухой подросток, который занял первое место по трейл-ориентированию. Вот так что тут нарушение слуха не помеха. Все, да, передаю слово обратно Наталье. Спасибо. Алексей прекрасно вклинился с историей, которая подкрепляет нашу теорию. И хотел сказать еще, кстати, да, вот он говорит, что подростки из бегового ориентирования, из спорта глухих привлекают, приходят в трейл-ориентирование. И сейчас мы видим все больше и больше ребят, которые приходят из бегового ориентирования в трейл-ориентирование, чтобы практиковать навык ориентирования, именно чтение карты, работы с картой. Даже вот мы сейчас были в Кисловодске, и к нам на тренировки приходили ребята из моего бывшего клуба спортивного, в котором я бегала. Они просто проходили тренировочную дистанцию с нами вместе, потому что это просто полезно, полезный навык. Вот. Но, но, перейдем все-таки к нашим реалиям. Эти виды ориентирования, это уже такой, да, спорт, это про соревнования, это про серьезные тренировки, но мы хотим рассказать, как же все-таки подготовить на базе школы и предшкольной территории подводящие упражнения к тому, чтобы подростки, учащиеся, могли в рамках, например, урока физкультуры практиковать ориентирование. И Алексей, поскольку у него большой опыт организации различных дистанций, говорит, что часто даже детям это преподносит как квест, квест по школе, и дети с удовольствием подключаются, вовлекаются, потому что ориентирование это слово сложное, это что-то такое прям серьезное, а квест, квесты все любят и легко в этом принимают участие, легко вовлекаются. И действительно, отчасти это квест, это, знаете, как карта сокровищ, которую мы рисовали все в детстве и бегали там по ней по двору. Примерно, на самом деле, принцип такой же, только на чуть более серьезном уровне. И сейчас мы расскажем три таких, так сказать, базовых варианта подводящих тренировок к уже участию в соревнованиях по ориентированию, которые можно сделать на базе школы. Это ориентирование в помещении, организация тренировок в спортзале и фотоориентирование. Эти все виды можно комбинировать между собой, например, ориентирование в помещении с использованием карты-схемы можно провести и как ориентирование на пришкольной территории. Тут главное понять принцип. Принцип, например, откуда взять карту, если у вас ее нет, Алексей, про это расскажет. Как в спортзале, не имея, да, опять же, карты в спортзале, казалось бы, да, просто пустое помещение, можно тоже организовать интересную, такую увлекательную какую-то дистанцию для детей, чтобы они заинтересовались. И также фотоориентирование можно проводить на абсолютно разных по площади местах и на открытом воздухе и в помещении. И что очень хорошо, все эти дистанции, все эти тренировки, как я уже сказала, можно проводить и в помещении, и на улице. в связи с тем, что у нас климат нестабилен, осенью, дожди, зимой, снег, весной, слякоть, не всегда есть возможность выйти на улицу. И тут вот есть большая возможность попрактиковаться внутри помещения, что тоже хорошо. Отчасти, даже если мы учитываем то, что у нас могут принимать участие спортсмены, дети с инвалидностью, продвигающиеся на инвалидных колясках, не всегда просто им возможно выйти в снег, в слякоть, во все вышеперечисленное, а в спортзале дети на коляске вполне себе будет комфортно. Итак, Алексей, слово вам. И начнет Алексей свое представление с ориентирования в помещении. Да, спасибо. Итак, ориентирование в помещении это вид, который уже понятно из названия реализуется в помещении, но по сути в помещении можно качественно реализовать две дисциплины ориентирования. Это ориентирование бегом и трейл-ориентирование в различных вариантах с разными задачами. С малышами мы обычно делаем какие-то, действительно, как Наталья правильно сказала, квесты, какие-то такие поиски клада. Они получают базовые знания, знакомятся со своей школой. Отмечу, что то, что происходит в школе, когда ребята передвигаются, мы начинаем с класса, они знакомятся с окружающей обстановкой, то есть от малого к большому. Переходим потом на этаж, знакомятся с этажом, со зданиями. Это всегда очень хорошо и эффектно ложится еще и в русло работы по обеспечению безопасности. И можно соединить с разными занятиями в том плане, что школьники не всегда знают о путях эвакуации, куда в школе где находятся, особенно начальная школа, она немножко, так сказать, замкнута, в рамках одного этажа очень часто бывает. Если это дети в интернате, то тоже у них есть свое помещение интерната, какие-то этажи. В условиях пандемии вообще получилось, что многие не выходили из своих классных помещений. Такие занятия знакомят детей со всей школой расширяют многообразие их мира, то есть восприятие мира становится больше. Вот на слайде вы видите представлено, как девушка бежит по этажу и карты. Из чего можно делать эти карты? Можно в следующий кадр, пожалуйста. Значит, эти карты, они замечательным образом создаются из планов эвакуации прежде всего и вообще просто из плана школы. То есть в каждой школе есть такой план, где схематично все это изображается. Ну, вот здесь мы для примера взяли два помещения, вы видите, совершенно разные. Можно их наполнить разным содержанием, можно более подробно, то есть нарисовать там каждый какой-то стул, стол, подготовить. Чтобы детям было интересно и сделать, например, карту спортзала, можно провести конкурс, дать ребятам задание, чтобы каждый нарисовал, как он видит схему, например, актового зала, спортзала, и потом лучшая схема, которую они изобразили, это уже становится картой, ее мы просто размножаем на копировальном аппарате, делаем копии и уже дальше наносим дистанцию, и ребята работают. И когда они работают с той картой, которую они сами создали, конечно, это восприятие, это уже как такое, да, целое такое, целое большое дело. Мы эту карту сами создавали, вместе, и теперь по этой карте проводим мероприятия. Мы подключаем часто старшеклассников для проведения мероприятия, для обучения начальной школы, ну и плюс просто как квест путешествия по школе, пройтись по карте, да, найти какие-то заветные контрольные пункты, либо фотоориентирование, да, Наталья? Вот так резко. Я хотела еще добавить, что помимо ориентирования у нас есть смежный специальность как картограф, и это тоже может быть началом большого картографического пути для детей, для школьников, вот такой комментарий. Да, совершенно верно, и я тоже не могу в этом контексте не отметить, что вот один из очень крупных и известных картографов в Санкт-Петербурге, это Сергей Дробышев, он глухой, и он один из основоположников, родоначальников вот этого направления ориентирования в помещении, это все описано в книгах, так сказать, задокументировано, я вообще считаю, что это довольно уникальная история, когда глухой человек целое направление в виде спорта, в дисциплине спортивной придумал, пропагандирует и развивает, и низкий поклон ему, и мы, вот, кстати, карты, которые представлены здесь, вот, по крайней мере, Центр социальной реабилитации инвалидов, это точно делал Сергей Дробышев, вот, это, и да, это к тому, что вот, как занятия ориентирования могут куда привести, то есть, это еще и действительно профессиональная ориентация, что тоже очень важно, и так, ну, значит, вот я рассказал, как, что карты можно сделать из планов эвакуации, из просто, из плана школы, если мы берем пришкольную территорию, то это кадастровый план школы может, можно использовать, снимок из космоса, вариантов великое множество, опять же, вы видите, что это все-таки, это в большей степени схема, да, это схема, с общепонятными, здесь ничего нет, и такого сверх, что-то сложного, по большому счету, можно взять линейку, ручку, карандаш, и все это изобразить, чем наполнить, вот вы видите, здесь на рисунке спортзала, перед спортзалом, расставлены, там, красные, зеленые, желтые, такие прямоугольники, это просто маты, да, разноцветные маты здесь врисованы, мы можем их конфигурировать по-разному, создавать разные дистанции для разных видов ориентирования, можно следующий кадр, вот, ну, каким образом вот это происходит, то есть, если у нас ориентирование бегом, вот вы видите, на одном кадре, ребята бегут, они получают эти карты, схемы, и бегут, если это трейл ориентирования, они гуляют просто по помещению, и также выполняют поставленные задачи, если же это ситуация, когда школа адаптированная, и есть возможность, то мы в экспериментальном порядке проводили и вот по правилам ориентирования бегом, и ребята на колясках тоже с удовольствием там катались и участвовали в таком вот ориентировании, да, на скорость. Каким образом организовать отметки, чтобы, что, то есть у нас разогнать найти какие-то контрольные пункты, на них отметиться, ничего в этом сверхъестественного нет, понятно, что какой-то высший пилтаж, это электронная отметка, специальные чипы, которые там нажимаешь на станцию, фиксируют время, но в таком начальном этапе, в базовом уровне, это все можно делать разными несложными способами, то есть вы можете расставить просто какие-то метки, там бумажки, разложить цветные карандаши, лучше их привязать, чтобы они не затерялись куда-то, вот, но обычно это вот это все уже, да, вы знаете, бело-красная, бело-оранжевая призма, на которой номер, ребята этот номер могут зафиксировать, записать, либо отметить, сделать пометку в карточке карандашом, то есть никаких таких супер специальных вещей не надо, я знаю, что многие педагоги экспериментируют, они вот в заданных точках расставляют, например, контрольный пункт, или просто какие-то там бумаги, карточки, и на которых пишут числа, и дети передвигаются, они эти числа записывают себе в карточку, либо просто запоминают, это уже как высший пилотаж такой для тренировки, здесь видите, еще и межпредметные связи, математика подключается, то есть они фиксируют какие-то числа, и на выходе получается ответ, сумма, да, и это очень удобно и легко проверять, то есть вам не нужно проверять прям все идеально, где они там что сделали, а вы смотрите, если сумма совпала, значит решение правильное, он прошел всю дистанцию правильно, четыре точки на разных этажах, например, и это тоже, опять же, можно в каких-то таких использовать там праздниках, программах, мероприятиях, как вот игру по станциям, да, есть такая известная форма работы, игра по станциям, вот тоже ориентирование становится таким основополагающим элементом для организации такой игры по станции, ребята по карте пришли куда-то, выполнили задание и пошли дальше, можно в следующий кадр, здесь мы видим зал, в зале расставлена дистанция, это как раз уже трейл-ориентирование, это школа 627-я Невского района, Санкт-Петербурга, вы видите здесь элементы, как раз вот это трейл-ориентирование, где участники находятся за столом и решают задачи, и вот таким хитрым способом поставлены столы от настольного тенниса, это чтобы экранировать, чтобы не было видно с одной точки, не было видно, не просматривались задачи следующие, если вы чуть внимательнее посмотрите, то вот видите, что в середине дистанции, в спортивном зале, где стоят призмы, контрольные пункты, там еще и стоят катки с растениями, это чтобы карта была поинтереснее, еще добавили растения, ну такие зеленые точки на карте нарисовали, просто принесли растения, то есть безграничные возможности, то есть тут можно скамейки, маты обыгрывать, растения, я знаю там некоторые приносят какие-то мешки, как камни изображают, то есть любые возможности можно реализовать с учетом специфики и возможностей детей, чтобы их интересы учесть и мотивировать, ну вот и мы здесь перечисляем, что можно быть, дистанция организована с помощью скамеи, конусов, использовать различные контрольные пункты, либо буквы, ну и карточки, карандаши, в ситуации, конечно, если у вас есть электронная отметка, но это нужно делать отдельный большой семинар, вебинар по использованию системы электронной отметки, но я думаю, что на нашем таком базовом начальном уровне электронная отметка все-таки не нужна, но вы знаете, что она существует, и ее можно использовать, нажимать на кнопки, тоже не во всех ситуациях это хорошо, особенно для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, если там с руками какие-то ограниченные возможности, не всегда участнику вот этот чип удобно использовать на руку, одевать, поэтому мы либо просим какого-то волонтера помогать, ну либо вот используем системы, когда судья фиксирует ответ и в карточку, в общем, проблем это не вызывает. Схему такого спортивного зала тоже нарисовать самостоятельно очень несложно, по сути, такой большой прямоугольник, а дальше уже расставляете какие-то маты, заборы, столы, и их либо врисовываете, либо обыгрываете в дистанции тем образом, который вам нужен. Можно следующий кадр, и одним из, ну вот тоже, да, направления реализации, это вот лабиринт, на кадре вы видите, на одном, мальчик бегает по лабиринту, довольный, вот это как раз система электронной отметки, на стуле скотчем приклеена, зеленая кнопка нажимает, но также это могут быть разложенные карандаши какие-то, либо наоборот, у ребенка карандаш, он переписывает какой-то номер, большой, либо может быть какая-то геометрическая фигура, которую он зарисовал себе на карточку, карточку бумажную, он держит в руках и карту, и иногда карточка и карта интегрируются, чтобы, это актуально в современных условиях, чтобы меньше тратить бумаги, вы можете прямо на карту, внизу карты, нарисовать карточку, куда участник будет записывать свои ответы, ну и вот лабиринт, на кадре, который слева, вы видите, расставленные просто конусы, это обычные конусы, которые, я думаю, сейчас есть в большинстве спортивных залов, обозначен старт, финиш, и также нужно пройти и зафиксировать правильные ответы в своей карточке, вот следующий кадр, пожалуйста, один из вариантов, так, это у нас уже была информация, следующий еще кадр, а, это фотоориентирование, как раз, мы перешли к фотоориентированию, прошу прощения, да, фотоориентирование, вот, фотоориентирование, то есть, все то же самое, карту, которую мы видели выше, мы используем, наносим красный кружок на карту и фиксируем какие-то места, которые должны посетить участники, вот, на следующем кадре мы сейчас увидим эти места, например, вокруг школы, так, следующий кадр, вот, ну, например, мы можем выбрать такие какие-то вещи и участник, видя на карте красный кружок, он приходит и у него много фотографий и он должен выбрать, какая фотография соответствует тому месту, которое обозначено у него в карте и зафиксировать соответствующую букву, ну, и вот здесь представлена карточка, да, как некий пример, вы видите, что здесь подобраны разные объекты уже внутри школы как раз, и участник сравнивает эти фотографии, выбирает нужный ему объект, пожарный щит, например, или щит электрический и в карточку записывает, если это был контрольный пункт номер один, он записывает, да, под номером один ту букву, которая необходима ему для ответа, то есть если он выбрал, например, что это табличка кладовая была на двери, где был, куда он пришел, да, буква D, например, записывается, на пункте номер 2 там записывается буква A и так далее, и так далее. По нашему опыту мы рекомендуем не использовать какие-то готовые слова. Дети все очень умные, дети все очень хитрые, и если вы какое-то большое красивое слово зашифровали, ну, например, там слово ориентирование, победа, спортсмен, то дети довольно, разгадав несколько букв, они сообразят и дальше слово впишут, поэтому мы обычно используем какую-то абракадабру из букв, и многие дети, значит, потом спрашивают, что за слово такое, ну, мы рассказываем, нет, это просто буквенный шифр, но тоже рекомендую, когда вы этот шифр составили, его записать на бумагу и прочитать, чтобы не получилось какое-нибудь неаккуратненькое какое-нибудь слово, чтобы не получилось, чтобы слово было приличным, чтобы абракадабра не вызывало никаких неприятных ассоциаций, то есть тоже, пожалуйста, надо все проверять. В нашем современном обществе любой неосторожный шаг там может быть неправильно интерпретирован. Почему мы еще выбрали вот для примера фотодистанции вот такой пример с пожарными щитами, мы по просьбе педагогов по ознакомлению с окружающим миром, охранной безопасности жизнедеятельности как раз неоднократно проводили вот такие вот, чтобы ребята ознакомились с местами размещения средств пожаротушения. Лишний раз, так сказать, поработать с планом школы, планом эвакуации и пройтись, посмотреть, где что находится. Также, да, можно это и вокруг школы сделать, чтобы знать, там мало ли что случилось, чтобы ребята знали, где что находится. Эти знания лучше, пусть они не пригодятся, но тем не менее, если они у ребят есть, то наша совесть чиста, мы познакомили их и со школой, поиграли, провели интересное мероприятие по ориентированию, но еще и плюс, да, значит, с точки зрения безопасности тоже провели такую большую, интересную, правильную работу. Мы однажды делали такое мероприятие для студентов в РГПУ имени Герцена, как раз задача тоже была, там, делали фотографии пожарных гидрантов и все остальное, и в процессе выяснили, что в трех местах уже не висят огнетушители, то есть место висит, крюк есть, а огнетушителей нет. И, значит, декан факультета был крайне этому удивлен, значит, там, дал соответствующие рекомендации, что вот студенты в процессе выявили, что не все так хорошо с обеспечением безопасности, поэтому, видите, тоже, так сказать, плюсы от организации таких мероприятий тоже имеются. Вот. Такую карточку, да, легко можно сделать в программе Word, в общем, несложно, там, или кто-то в Excel делает, кому как удобнее, интегрировать фотографии делали сами школьники, студенты делают, там, сейчас это, в общем, несложно на телефон, да, вставить в документ, напечатать. В ситуации, если, например, нам какое-то нужно наполнить другим содержанием, мы можем не фотографии использовать, а использовать какие-то картинки, например, расставить по школе картинки, там, какие-то растений, предметов, да, и, соответственно, ребята ходят, находят нужные им контрольные пункты и вписывают там ответы, да, еще как раз словарная такая работа, название растений, что-то еще такое, ботаническое ориентирование. Я знаю, что тут в одной школе делали, в старом фонде они фотографировали дверные ручки и замки, потому что там они разные везде были, и тоже ребята ходили и должны были искать, такой был интересный квест, работали, изучали, какие же там древние, старинные дверные ручки. То есть вот наполнение содержанием этого фотоориентирования каждый, каждая школа, каждый педагог может сделать свое. Я думаю, что вы все педагоги и специалисты опытные, грамотные, каждый может найти то направление, которое будет наиболее интересно и вашим детям, и вашей администрации вашего образовательного учреждения с точки зрения таких организаций и междисциплинарных связей. То есть если это учащиеся с нарушением слуха, то для них может быть какое-то такое еще с картинками, со словами полезно для введения, расширения словаря. Вот. Ну, надеюсь, что тут все понятно, как это можно сделать. Следующий кадр, пожалуйста. А следующий кадр мы к нему перейдем после показа ролика. А пока Алексей рассказывал про возможные варианты отметки, фиксации того, что ученик был на точке, я вспомнила, что как-то раз нам тренера загадали последовательность чисел, цифр вернее, и когда мы их записали на карточку, получилось число пи. Причем не 3, 14, 15, а дальше, потому что пунктов гораздо больше было. Вот. Так что можно абсолютно разные варианты предлагать. И, как он уже, Алексей сказал, что можно даже делать тематические варианты, например, поэта Серебряного века. Вот, значит, ребенок идет, ученик по точкам и собирает поэтов Серебряного века в определенной последовательности. Мне кажется, это отлично такой тоже заход. Ну, я еще, можно, Наталья, добавлю? Я знаю, что сейчас очень тоже популярно, и многие школы, и учителя делают краеведческое ориентирование, когда берут даже карту города, района и знакомятся ребята с разными памятниками, то есть проходят такое тоже путешествие, и какие-то вопросы, то есть приходят, им нужно там с определенной точки посмотреть на какие-то памятники, исторические объекты и отвечать на заготовленные вопросы. Но тоже они следуют, работают с картами, то есть это тоже элемент ориентирования. Спасибо. Да, прежде чем мы перейдем к трейл-ориентированию, я бы хотела продемонстрировать вам ролик. В нем будет немножко дублироваться информация, которую мы вам уже сказали, но она все равно показана в красивом варианте и проиллюстрирована в частности другими картинками. Может быть, что-то станет понятнее, может быть, у вас появятся или появились вопросы, вы их пока напишите нам в чат, пока вот мы вам демонстрируем ролик. И после этого уже перейдем к трейл-ориентированию. Это будет уже наш такой большой финальный блок. Всем привет! Сегодня мы расскажем про ориентирование и спортивное ориентирование. Спортивное ориентирование это вид спорта, при котором участники при помощи компаса и карты преодолевают дистанцию через контрольный пункт. Выигрывает тот, кто пройдет дистанцию за наименьшее время или наберет максимальное количество очков. Первые массовые гражданские соревнования по ориентированию прошли в 1897 году. В 1961 году создана Международная федерация спортивного ориентирования, которая выделяет четыре вида спортивного ориентирования. Беговое, лыжное, велоориентирование и трейл ориентирование. В беговом ориентировании участники при помощи компаса и карты преодолевают дистанцию за наименьшее контрольное время. В лыжном ориентировании и вело-ориентирования. Примерно все то же самое. Часто бывает, что дистанция отмечена на местности, и участники двигаются в заданном направлении. В трейл-ориентировании скорость прохождения дистанции не является решающим показателем. Важно дать наибольшее число правильных ответов. В данных обстоятельствах данный вид ориентирования является максимально инклюзивным, ведь люди с инвалидностью и люди без инвалидности могут соревноваться одновременно в одной группе. Ориентирование – это не только спорт. Технологии спортивного ориентирования позволяют организовать широкие межпредметные связи, дать школьникам опыт взаимодействия в условиях природной среды, опыт принятия самостоятельных решений, развивается психологическая устойчивость, работа в коллективе индивидуально в различных условиях. Межпредметные связи ориентирования очень широкие. География и природоведение – это знакомство со сторонами света, формами рельефа, работа с компасом, знакомство с ориентированием можно и нужно начинать в школе и на пришкольной территории. Подводящие упражнения к ориентированию можно организовывать в рамках урока физической культуры. Сегодня мы расскажем, как можно подготовить и провести мероприятия по ориентированию в школе. Подробнее мы вам расскажем и о возможностях организации дистанции по трейл-ориентированию, внутри школы, снаружи, в плохую погоду. И эти дистанции доступны для учащихся с различными возможностями здоровья. Каждому ориентировщику в мире известен этот объект. Это призма, обозначающая контрольный пункт на дистанции. Призма находится внутри красного круга на карте. Ее можно сшить самим или купить, распечатать, сделать аппликацию, подключить к этому детей. Главная задача призмы – чтобы ее было видно издалека. Элементы дистанции для знакомства с ориентированием можно подготовить, набрав их из школьных материалов. Скамейка в спортзале, клумба с цветами или горшок с цветком, скотч, цветные карандаши, план безопасности – все это вам может пригодиться при подготовке дистанции. Сегодня мы познакомим вас с несколькими вариантами организации дистанции спортивного ориентирования в школе на прескольной территории. Это ориентирование в помещении, основываясь на плане эвакуации школы, организация лабиринтов и дистанции трейл-ориентирования в спортивном зале и организация фотоориентирования как внутри школы, так и вокруг. Фотоориентирование. Участники получают карту, на которой нанесены кружки, это обозначающие те объекты, которые они будут искать, и двигаются, выходят к нужному объекту, переворачивают карту и соотносят то место в школе или на территории вокруг школы с фотографиями. И выбирают фотографию, соответствующую этому месту. То есть месту, обозначенному на карте, красным кружком. Никакого специального оборудования не расставляется по мере движения, только нужно подготовить фотоматериалы, либо расставить какие-то плакаты, схемы. Это может быть тематическое фотоориентирование, например, связанное с растениями, с какими-то механизмами. И участники уже находят эти объекты и вписывают свои ответы. Подготовить лабиринт можно из подручных средств в спортзале или на спортивной площадке. использовать скамейки, маты, какой-то спортивный инвентарь, сделать схему, расставить дистанцию. В данном случае мы подготовили дистанцию для трейл-ориентирования в дисциплине спринт. На пришкольной территории вы можете проводить занятия ориентированием бегом на лыжах вело-ориентировании или трейл-ориентировании. Для того, чтобы нарисовать карту в случае, если у вас ее нет, вы можете использовать космос-снимок и кадастровый план, их объединить и получить замечательную карту для данного вида лидера. Уникальность спортивного ориентирования вообще и трейл-ориентирование в частности позволила в условиях пандемии разработать большое количество интернет-ресурсов для организации тренировочного процесса в дистанционном формате. Необходимые ссылки мы обязательно вам предоставим. А если вы хотите организовать ориентирование в школе, но не справляетесь своими силами, вы всегда можете обратиться в местный клуб ориентировщиков. Они вам помогут. Ориентирование на спорт для всех. Обращаюсь к зрителям. Есть ли вопросы, или можем переходить к следующему. Или, может быть, комментарии. Да, Алексей. Я, может быть, прокомментирую, что получилось, пекаж, очень здорово, что мы рассказали, да, вот сейчас на вебинаре в теории, а видеоролики показали, как это выглядит уже, и тоже фотоориентирование на практике. Так что, чтобы было более так понятно и наглядно. Спасибо. Да, действительно, получилось сделать одновременно и такую теоретическую часть, и практическую. И мне кажется, что в ролике могли быть какие-то моменты не до конца понятные, что мы сейчас раскрыли на вебинаре, или, наоборот, что-то, что мы раскрыли на вебинаре, стало понятнее после просмотра ролика. Итак, напоминаю, трейл-ориентирование – это четвертый вид ориентирования согласно классификации Международной Федерации спортивного ориентирования. И, как я уже и говорила, это спорт для людей, независимо от их двигательных возможностей. Как видите, тут на фотографии есть и люди, люди на колясках передвигающиеся, в том числе и я, вот, свежие фотографии с Кисловонска, и люди без инвалидности, и люди с инвалидностью, но не на колясках. И получается, что мы все находимся в равных условиях, поскольку передвигаемся не на скорость, а на точность принятия решения. Точность принятия решения. Я постоянно говорю эту фразу, что же она значит. Я сейчас покажу вам конкретные примеры заданий по трейл-ориентированию, из которых будет понятно, что же все-таки такое трейл-ориентирование, с чего оно состоит, и как эти упражнения для учеников делать. Еще раз, переходя к тому, что как проходят большие соревнования по трейл-ориентированию, хочется сказать, что вот, смотрите, есть пример, что мы передвигаемся не как в беговом ориентировании по лесу, а по дорожкам. И это не всегда, конечно, хорошие, идеальные асфальтированные дороги, но зачастую это дорожки, на которых можно совершенно спокойно, самостоятельно на коляске передвигаться, или с помощью помощника, как вот на верхней фотографии. И на карте, представленной справа на экране, вы можете видеть, она такая все зеленая, и по центру идет такая извилистая коричневая линия, это дорога. И вот как раз вдоль нее и по ней мы, участники соревнований, шли и решали все 18 заданий от старта к финишу. То есть не было необходимости забегать куда-то в лес. Несмотря на то, что вот эти кружочки с контрольными пунктами, которые вы видите, они разбросаны довольно далеко от дороги, но в этом есть специфика, сложность этого ориентирования, что нужно там вдалеке что-то разглядеть, что же поставил постановщик дистанции. Поскольку я уже в начале нашего вебинара говорила о том, что все виды, про которые мы сегодня говорим, они так или иначе миксуются между собой, то вот смотрите, мы можем взять карту, схему, по которой, не знаю, дети только что бегали, фото ориентирование и применить ее к трейл-ориентированию. И вот тут простой пример. Изображен длинный школьный коридор и взята схема из плана безопасности, из плана эвакуации. И на эту схему нанесен кружочек. Это место, обозначающее контрольный пункт. И центр этого кружочка – это, собственно говоря, угол этого длинного коридора и какое-то помещение рекреации. И в этом месте установлена призма. Вот она на фотографии отмечена буквой А и стрелочкой. Что это за буква А? Поскольку в беговом ориентировании, когда мы прибегаем в точку контрольного пункта, в эту красную точку, там будет стоять одна призма. Мы ее, допустим, электронной отметкой отмечаем и бежим дальше. То в трейл-ориентировании будет немножко другая ситуация. Мы прибежим, придем, каждый в меру своих двигательных возможностей окажется в этой точке, и на местности он увидит не одну призму, а гораздо больше. Вот, например, здесь на фотографии. Плохо, но видно, что призм на местности очень много. Вот я вам сейчас их все покажу. Алексей, скажи, пожалуйста, видно, как я мышкой по экрану указателем показываю или нет? Меня не видно. Так, не видно, хорошо. А, вот, я что-то нашла. Сейчас будем... А вот так? Нет. Ну, а вот сейчас, вот появилось, появилось. Ой, это, я не знаю, это не я, мне кажется. Это не я. Просто говори, говори, куда показывать. Технический момент. Итак, как я и сказала, в беговом ориентировании мы прибегаем в точку, в кружочке стоит одна призма на местности, а в трейл-ориентировании мы приходим в точку, и на местности будет стоять до шести призм, до шести вот этих белокрасных прямоугольных квадратных, вернее, квадратных треугольников. Ну, в общем, сверху треугольник, сбоку мы видим как квадрат эту призму. Поэтому сейчас мы должны, да, мы должны идентифицировать, все верно, стрелка показывает, три призмы на местности. И задача нам, как участникам соревнований, понять, какая из призм соответствует тому, что нарисовано на карте. Но, допустим, мы определились, что эта призма центральная для нас. Как же ее отметить в карточке? Как же суде сказать, что я ее имел в виду? Есть такое правило, что мы все призмы именуем буквами от А до Ф, если их шесть штук. В данном случае призмы три, значит, мы будем А, Б, С их именовать. По часовой стрелке. Получается, слева направо. Мы в голове у себя считаем эти призмы А, Б, С. Средняя Б. Вот я, например, приняла решение, что правильная призма буква Б, и я в карточке, например, буду просто писать букву Б или компостером в карточке отмечать в соответствующей клетке букву Б. Таким образом и принимается решение в трейл-ориентировании. И именно поэтому на вот этом вот слайде у нас единственная призма отмечена буквой А, потому что больше других нет, там не посчитать. А в таком случае, собственно говоря, если задание, например, помещение вам не позволяет поставить много призмы, вы можете только одну поставить на точку, в данном случае задание может быть А-ЗРО. Что такое А-ЗРО? А – это мы идентифицируем призму в нужной точке, А-ЗРО – это ноль, ее там нету. То есть мы должны, по сути, решить задание верно-неверно. Если верно, то мы даем букву А, если неверно, мы отвечаем ЗРО. И как раз опять я возвращаюсь к заданию с вот этим вот лесом у озера или речка эта. И на самом деле скажу, что здесь ответ не Б. Я Б просто привела как пример. Здесь верное решение будет ЗРО как раз таки, потому что точка, которая отмечена на карте, на местности, на этой точке ничего не стоит, никакой призмы нет. Вот видите справа на фотографии большое-большое дерево, и вот за ним остров, за этим деревом, да. И призма должна стоять вот где-то там, вот на этом месте, а мы видим, что там пусто. Соответственно, ответ будет ЗРО. И в этом и такая сложность трейл-ориентирования, что тебе нужно прочитать карту, посмотреть, где стоят все призмы, и понять, стоит ли на нужном месте призма. И если стоит, то какая ее буква. А если не стоит, то, как я уже и сказала, обещаем ЗРО. Поскольку, опять же, мы говорим много про комбинирование различных методов, вот, смотрите, пример того, что фотоориентирование может быть в рамках онлайн-ориентирования, просто дети могут решать, например, сидя на уроке, я не знаю, информатики, географии, физкультуры, или просто дома в школе и решать задание. Опять же, здесь дан фрагмент карты, круглая окружность, и центр круга, сразу же, это верх лестницы, вот тут еще есть такой маленький прямоугольник, разделенный на квадраты под картой. Это легенда. Легенда нам уточняет, дает дополнительную информацию к карте, потому что по карте не всегда какие-то моменты ясны. И вот мы открываем карту, смотрим центр круга на лестнице, я тогда смотрю на легенду, есть ли какие-то уточнения. Уточнений для меня нету, и так по карте все понятно. Но по легенде я могу ее прочитать. Так, лестница и ее вершина. Такая буква П с точкой, это наверху, значит, наверху лестницы. И, собственно говоря, как будто бы у нас опять фотоориентирование. У нас есть четыре варианта лестниц с установленными призмами в разных местах. Я не знаю, насколько здесь люди сейчас вовлечены в наш мастер-класс, но если кому-то интересно, я могу дать там 20 секунд на то, чтобы вы попытались дать правильный ответ. И правильный ответ здесь будет номер фотографии. 40, 41, 47 или 32. То есть ваша задача сейчас понять, какая фотография соответствует тому, что нарисовано на карте. Какая лестница с призмой правильная? Алексей, вы участвуете? Звука нет, у вас нет звука. Да, я прошу прощения, не успел сразу... Ну, я-то участвую, я знаю ответы, поэтому я помалкиваю. Да, если есть люди, которые хотят дать правильный ответ, напишите его, пожалуйста, в чат, прежде чем я его озвучу. Так, есть один вариант. И еще кого-нибудь подождем. И второй вариант. Да, все верно, правильный ответ, 41. Молодцы. Видите, такой пример того, что фотоориентирование, да, может быть внедрено даже в трейл-ориентирование. И еще я уже сказала про онлайн-ориентирование. И еще хочется углубиться в эту тему, потому что, на самом деле, пандемия дала большой толчок в развитии данного направления. И более того, трейл-ориентирование позволяет... Ну, я бы не сказала, как вот от себя, как от спортсмена, что это максимально, на 100% то, что я вижу в лесу, будучи и принимаю участие в старте, вот где-то на выезде, так скажем. Но проводить тренировки практически каждый день. Я там вот сейчас перед чемпионатом России готовлюсь, открываю дистанции, прохожу их онлайн. Почему бы и нет? Я дома сижу, мне это занимает 20 минут времени, мне не нужно никуда выбираться. И спасибо большое вот этой международной платформе, что можно пройти варианты дистанций с разных концов мира. Я даже в какой-то момент что-то азиатское проходила, и так было забавно, что я там хожу, прожу по парку в Азии, хотя сижу вообще в своей квартире в Санкт-Петербурге. Как проходит онлайн-старт? И на самом деле вот то, что вы видите сейчас на фотографии и кусочек карты, в принципе, это идентично тому, что мы будем видеть, придя в парк на соревнования, на тренировку по трейл-ориентированию. На местности установлены флаги, они для простоты подписаны все буквами. Так подписывают иногда в онлайн-стартах, потому что иногда не все флаги можно увидеть просто из-за специфики фотографии и изображения, и там, может быть, каких-то углов, просмотра и так далее. Просто все-таки, когда ты там сидишь, на стуле, например, принимаешь решения на соревнованиях, и когда ты передвигаешься на коляске, все равно можно под разными углами посмотреть, а все-таки фотография, она статична. Ну и опять же, вот мы видим А, Б, С, Д, Е, Ф, шесть флагов и кусочек карты, где загадана точка, которая нам нужна. Собственно говоря, центр круга у нас находится, там, я подсказываю, маленькая зеленая точечка. Это дерево. Вот. И пояснение к легенде. Смотрим, вернее, в легенду. Там есть пояснение, что это дерево. Это вот такой, ну, символ дерева. Я думаю, вы тут узнаете. Да, это он. И его северо-западная часть. Северо-запад – это вот этот вот в предпоследнем квадратике кружочек с точечкой маленькой. Да, это он. Это северо-западная часть. И, собственно говоря, флаг F соответствует этому загаданному в легенде. Пункту. Вот так вот проходит онлайн-старт. Ты просто потом выбираешь кнопкой мыши из ABCDEF0 вот этой вот серой панели «Нужный ответ» и тебя автоматически переключает на следующее задание. Почему я рассказываю вообще про вот этот онлайн-старт? Мы вам дадим на него ссылку, и вы сможете передать ее заинтересованным ученикам. Там есть две категории профессионалы и любители, так скажем. И можно выбрать уровень полегче, вот любителей, это будет категория B, и проходить там огромный архив дистанций, которые были в прошлом, не только актуальных стартов, и можно тренироваться. Можно тренироваться, можно разбирать ошибки, там потом даются салюшены. Салюшены – это ответы к заданиям и по ним просматривать, где вы ошиблись, почему вы ошиблись, разбирать, и таким образом совершенствоваться и совершенствовать свои навыки в ориентировании, в чтении карты и, собственно говоря, приходить к нам уже потом на тренировки по трейл-ориентированию. На этом, на самом деле, у нас все. Если есть вопросы, мы, конечно же, готовы на них ответить. Я уже видела вам, что вам в чате писали, что все ссылки вам пришлют. Да, мы пришлем ссылку в том числе на тот ресурс онлайн, про который я говорила, на нашу группу трейл-ориентирования в Санкт-Петербурге, но мы там публикуем информацию про различные российские старты. Если кто-то будет смотреть из Екатеринбурга, и вот тут был вопрос про ребят с ментальными нарушениями, я знаю, что Ольга Геннадьевна Корчагина тренирует ребят и с такими формами инвалидности в Екатеринбурге. Там очень сильно развивается это направление и трейл-ориентирование, и ориентирование вообще. Поэтому приходите и с удовольствием мы всегда ответим на вопросы, можете связываться с нами в том числе и через группу ВКонтакте. Если у Алексея есть какие-то комментарии, он должен включить микрофон. Я опять, я уже что-то пытался сказать, прошу прощения. Да, спасибо большое. Наталья, я хотел уточнить, да, по поводу ориентирования для ребят с ментальными нарушениями, что есть довольно большой опыт в Санкт-Петербурге. Отдельно как-то мы постоянно такой секции нету, но тем не менее мы проводили с 2017 года на базе нескольких школ такие мероприятия, в чем мероприятия были в парковой зоне и результаты у ребят с интеллектуальными нарушениями нас даже удивили. Там, конечно, нельзя сказать, что прямо все выполняли на высоком уровне. Нет, это не у всех, да, это получается как-то сделать хорошо, но тем не менее были очень высокие результаты и несколько человек даже попадали в тройку сильнейших спортсменов, сильнейших результатов среди школьников, кто, скажем так, специально отдельно не тренируется. То есть ребята разобрались, поняли в чем дело и дистанции эти прошли. Более того, в Санкт-Петербурге сейчас есть спортивная лига для учащихся с ОВЗ и вот с этого года в эту спортивную лигу включили как раз трейл-ориентирование. Нас привлекли, меня в частности привлекли туда к организации дистанций и это будет очень большая такая интересная, я думаю, экспериментальная работа. Это проводит Центр спорта Санкт-Петербурга. Как такое экспериментальный год, если участникам понравится, там есть как раз тоже и большое количество школ для детей с интеллектуальными нарушениями, то это дело пойдет вперед. Я думаю, что перспективы хорошие есть, так как все-таки вот тот навык, мы его, по-моему, уже упомянули, в видеоролике прозвучал, то, что ориентирование дает опыт принятия самостоятельных решений. Это действительно очень важно. Это важно для всех людей, независимо от их физических, интеллектуальных возможностей. Ну и так, как в качестве примера, можно сказать, идешь по карте, как в сказке, налево пойдешь, в лужу попадешь, в болото наступишь, направо пойдешь, на финиш придешь. И вот это умение, понимание, принять это решение и сделать правильно, это очень важно. Зачастую, да, обучающиеся с ОВЗ, они под таким большим, хорошим, стеклянным колпаком находятся, и многие решения сами не умеют принимать, многие вещи они даже не умеют делать. У нас был мальчик, занимался, обучавшийся по программе как раз восьмого вида, как раньше, да, такое было. Он класса до шестого, седьмого шнурки не умел завязывать, но вот он стал ездить сначала с родителями, потом самостоятельно тренироваться. Он занимался беговым ориентированием в группе с глухими школьниками. И очень, с точки зрения социализации для него это очень много дало возможностей. Мы организовывали несколько раз палаточные лагеря, где в том числе были ребята из ДЦП, приезжали, и для них тоже это был большой очень такой опыт самостоятельной жизни, участия в соревнованиях, и вот как раз организация полевого быта. И можно это назвать таким спортивным туризмом с точки зрения поездки куда-то там за город и участия в таком спортивном мероприятии. И что очень важно, это было еще очень полезно для всех окружающих команд и тренеров, которые видели, что да, человек не очень хорошо двигается, еле идет самостоятельно, но он идет к цели, он решает эти задачи. И как и в каждом лагере, мы сами дежурили, что-то помогали, и мы молодого человека, он носил воду в бутылках, в пятилитровых, с родника. Ему было тяжело, но он чувствовал себя частью команды. Он был вовлечен в дежурство, он делал то, что он может делать. Это ведь тоже очень важно, найти свое место в социальном плане и в спортивном. И вот эта организация быта совместного на соревнованиях, включение участников с различными возможностями, мне кажется, тоже это очень важно. И вот ориентирование, поскольку возможности, мы не только в гостинице живем, но и в палатках на соревнованиях часто, это тоже очень такой, целый блок открывается, большой возможности для реализации ребят. Спасибо. Да, Наталья, Алексей, спасибо вам большое за столь такой хороший вебинар. У меня вот есть такой небольшой вопросик. Я вот правильно понимаю, что как бы в принципе это достаточно инклюзивный вид спорта и может заниматься кто угодно. Даже в принципе и старый, и младый. Вообще любая форма инвалидности может как бы участвовать в этом. Да, конечно. Я как раз уже упомянула о том, что я с 2002 года занимаюсь ориентированием, но дело в том, что на коляске передвигаюсь с 2013 года. Соответственно, когда я оказалась на коляске, это просто такая короткая моя история. Я задумывалась... А, и как раз шла Паралимпиада. Я задумывалась о том, что ну, если есть, не знаю, горные лыжи, есть лыжи для паралимпийцев, есть хоккей, есть слэш-хоккей, то, наверное, есть ориентирование и пара ориентирования. Ну, я так думала. И в тот момент в Санкт-Петербурге вообще никто не занимался треал ориентированием, а как вы понимаете, этот вид спорта подразумевает то, что тебе кто-то будет дистанцию ставить, ее давать. Я тогда со старшим тренером сборной России связывалась. Он говорит, ну, хорошо, буду тебя иметь в виду, но как бы вариантов пока никаких нет. И потом через несколько лет, через пару лет, наверное, с Алексеем... Алексей на него тоже вышел. Алексей сейчас расскажет свою историю, как он к этому пришел. И мы так вот объединились, познакомились и стали тренироваться. Соответственно, и я уже, будучи на коляске, участвую в трейл-ориентировании и вижу, как приходят к нам на тренировки, на соревнования ребята из моего клуба по беговому ориентированию. И мы с ними вместе проходим эти дистанции. То есть, да, это абсолютно инклюзивный вид спорта, ставящий... Ну, это, наверное, один из... один из видов спорта, почти практически там, по пальцам, да, можно перечесть, где люди с инвалидностью могут участвовать практически на равных с людьми без инвалидности. Почему я говорю практически на равных? Потому что, конечно, не будем тут бить себя кулаками в грудь и говорить, что мы на равных. Нет, когда мы идем по грязи, по колено, и ты на коляске, то, конечно, на коляске сложнее эту дистанцию преодолевать. В том числе не только физически, но и потому, что ты в этот момент полностью выключен от элементов ориентирования, ты думаешь, как бы тебе преодолеть не за эту грязевую лужу. Конечно, человек, который идет ногами, ему попроще, но и вообще-то есть разделение даже на два класса, на класс условно ходячих и класс совсем не ходячих. Вот, а так, да, это все вместе, и у меня есть тоже пример, что мы там приезжали на соревнования с моей подругой, с которой раньше бегали ориентирование, а сейчас она была беременна, и мы приезжали с ней на соревнования, она ходила эту дистанцию, ну, тоже соревновалась, я соревновалась на коляске уже, она беременна, а теперь она приезжает на соревнования с малышом в коляске и ходит также по дистанции. И в Европе, в Европе это очень массовый вид спорта, вообще ориентирование это один из самых массовых видов спорта в мире, и получается, что тут все без исключения могут принимать участие, независимо от своей физической формы. Я бы хотел добавить, что Наталья все правильно говорит, что, конечно же, некоторые особенности есть при передвижении на коляске, но в дисциплине спринт, например, там 100% все действительно равны и даже на чемпионате Европы и мира не разделяют на инвалидов, и на колясочников, я неправильно сказал, прошу прощения, не разделяют на колясочников и ходячих людей, передвигающихся обычным образом. То есть все в равных условиях, все на стул присаживаются и решают задачи. Но это уже такие детали, там есть свои нюансы, конечно же, везде, но в условиях природной среды, мне кажется, что на одной соревноваться, наверное, только ориентирование дает такую возможность. По поводу всех возрастов, на шведских, финских многодневках собирается до 11 тысяч участников, но это вот по поводу массовости, да, давайте посмотрим, сколько собирается спортсменов на соревнованиях по футболу, да, болельщиков там, безусловно, собирается очень много, пьют пиво все, там, да, едят чипсы и, так сказать, приобщаются к спортивному образу жизни таким образом. Здесь как раз 11 тысяч людей, которые там бегут по болотам. И группа, насколько я знаю, уже есть даже группы МЖ-95, куда заявляются спортсмены. Ну, соответственно, это намекает нам о том, что 95-летние люди в Европе выходят на дистанцию ориентирования, ее проходят. Они участвуют как и в беговом ориентировании, так и в трейл-ориентировании. Все крупнейшие старты, например, у Ринген, Фин-5 и теперь в России это Кубок Карельского Перешейка, они включают в себя кроме ориентирования бегом и трейл-ориентирования в обязательном порядке. То есть спортсмены утром бегают, вечером занимаются трейл-ориентированием. То есть это более интеллектуальное ориентирование и есть возможность размяться. Вот в Скандинавии я встречал на дистанциях бегового ориентирования в лесу, я встречал ребят с синдромом Дауна, которые совершенно без проблем шли с картой и шли по дистанции. Там были немножко адаптированные дистанции для них, подсказка, но тем не менее никаких сопровождающих не было. То есть они занимаются этим и их совершенно спокойно выпускают, и они проходят эти дистанции. Тоже говорит о том, что это спорт такой, в общем, доступный для ребят совсем с различными возможностями здоровья. Вот такой маленький комментарий еще. Спасибо. Да, спасибо вам большое. То есть получается, вот Алексей, сейчас тогда к вам вопрос, в Европе развито, получается хорошо, а у нас тогда как? У нас тоже ориентирование развито очень-очень сильно. То есть на наших соревнованиях, на крупных, вот сейчас мы ездили, и Наталья тоже была, мы были в Железноводске на всероссийских соревнованиях по ориентированию бегом и всероссийских соревнованиях по трейл-ориентированию. 1700 участников было. Ну, мне кажется, что это тоже очень немало, учитывая, что страна туда довольно большая передвигаться. Ну, скажем так, ребята с Дальнего Востока, конечно, им довольно накладно доехать на соревнования. То есть у нас разделяют просто соревнования по зонам, да, скажем так. Есть несколько зональных соревнований. Тут здесь в большей степени участвует средняя полоса, северо-запад, центральная Россия. Но Дальнему Востоку, конечно, сложно добираться, хотя такие прецеденты есть. Вот. Летом на соревнованиях идет у нас блоком, идут крупные соревнования. Вот Кубок Карельского перешейка, например, многодневки. Там в среднем тоже две с половиной, три тысячи участников. То есть это не те, кто болельщики, это те, кто заявились и вышли на дистанции. Именно спортсмены. Большое количество. Российские спортсмены, они доминируют в лыжном ориентировании в целом. Очень хорошие, я говорю на мировом уровне, очень хорошие результаты в ориентировании на велосипеде. Не доминируют, но за медали бьются. В беговом ориентировании сильных спортсменов много, но там скандинавы в большей степени доминируют, но русских боятся. Вот. И в трейл-ориентировании у нас до последнего времени были много сильных спортсменов паралимпийского класса, а в открытом классе, к сожалению, не было. И вот мы за что и боремся тоже, чтобы показать, что дисциплина-то, это вот, я сейчас извиняюсь за такой термин, в кавычках говорю, что многие воспринимали трейл-ориентирование как инвалидное ориентирование. Это совершенно неправильно. Это для всех, то есть здесь все могут участвовать. И мы сейчас, одна из задач, это как раз развитие, условно говоря, открытого класса для спортсменов с разными возможностями здоровья и чтобы для дальнейшего участия в соревнованиях. К сожалению, да, по известным причинам в этом году мы не сможем поехать на чемпионат Европы, чемпионат мира, хотя мы сборную сформировали, у нас были сильные команды, юниоры, но вот, к сожалению, да, Россию отстранили. Очень жаль, что спортсмены попали, да, вот под эту неприятную всю реакцию спортивного сообщества мирового. Надеюсь, что это, в общем, будет вопрос решен, но пока, к сожалению, мы будем только внутри России соревноваться и тренироваться. Ну да, будем надеяться, что все скоро закончится. Ну, добавлю короткую ремарку, что сообщества вот этого онлайн интернет-ориентирования, трейл-ориентирования онлайн, они долго совещались и допустили нас до участия, поэтому хотя бы так мы продолжаем тренироваться, у нас есть доступ к иностранным дистанциям, что очень важно. Да, да, действительно, но они, да, нас допустили как в личном формате участвовать и, в общем, все-таки мне кажется, что спорт должен быть объединяющей силой, спорт должен быть инклюзивным фактором и всех объединять, а не разъединять и там не настраивать друг против друга. Ну да. Коллеги, может быть, у вас есть вопросы к экспертам, а то вы что-то молчите. У нас сегодня достаточно много слушателей. Может быть, вы так хорошо рассказываете, значит, что всем все понятно. Ну, дай бог, чтобы так и было. Безусловно, что если какие-то вдруг есть вопросы, уточнения, то всегда можно обратиться и к организаторам, да, и мы все подскажем, перешлем. То есть довольно большое количество есть и пособий, разработок. И я вот еще в процессе забыл упомянуть, тоже мы недавно делали пособия. И как термин такой, или соревнования по чтению карт. С точки зрения, что для детей в системе образования, когда там спортивное ориентирование, лес, очень, да, там, клещ нападет, медведь задерет, там, да, в парках, вы же знаете, у нас в парках города, у нас особо злые медведи с такими большими зубами живут. А на пришкольной территории, так там вообще, там и лоси, и все. Поэтому это очень опасно. Я, да, я шучу на всякий случай, что... Да, вот. В основном так воспринимают чиновники некоторые в системе образования, но их немного, слава богу. Так вот, как раз вводим такой термин, как соревнование по чтению карт. Ну, вроде как, чтение, карты, да, и вот в системе образования его как-то легче воспринимают. Ну, действительно, дети ходят, читают карту, решают задачи, и это воспринимается, особенно с некоторыми, да, вот функционерами, как-то гораздо менее болезненно. А там дальше мы уже пишем, что трейл-ориентирование, ну, название такое, чтение карты. Поэтому я думаю, что будем развиваться, конечно. То есть даже по сути, я вот так вот вас послушал, что это даже не очень все-таки затратный вид спорта, если у нас, конечно, проблемы с бумагой не будет. Ну, да, вот особенно на таком начально-среднем уровне, действительно он не затратный, потому что я, когда сам начинал, в школе работал тоже, например, эти контрольные пункты, бело-оранжевые, бело-красные призмы, у меня дети делали аппликации из обрезков каких-то материалов, и мы их использовали, да, это тоже был как элемент занятия, что такое, мы сами приготовили, сами нарисовали. Конечно, при выходе там на более серьезный, профессиональный уровень, там возникает, да, большое количество там подготовки, дистанции, инспектирования, большое количество нужно печатать материалов, но это уже совсем другая история, да, система электронной отметки довольно дорогая, но вот подготовительный этап, начальный этап, он, да, он фактически можно все делать вот на интересе, на интересе детей, на интересе педагогов. Конечно, все, можно большую часть инвентаря приобрести, но при, так сказать, наличии отсутствия, можно и сделать такой интересный подготовительный этап и сделать многие пособия самостоятельно. Ну да, как мы уже и говорили, не обязательно вот эти вот призмы делать призмами, можно просто цифры ставить, там, карточки какие-то, просто напечатать на принтере, это несложно. Я когда бегала, беговое ориентирование, это было давно, как вы уже поняли, у нас действительно была отметка, у нас были перфокарты, вы тут слово вспомнили с моими подругами, с которыми мы бегали, перфокарточки нам выдавали, и мы на них просто крестиками на каждом пункте ставили отметку, а карандаши были цветные, это просто тренер потом сверял, что у нас там красный, синий, зеленый шли в нужной очередности. Так что цветные карандаши есть у всех. Да, коллеги, задавайте вопросы, не стесняйтесь. А может быть, там нет возможности, нужно писать, я вижу, что там в чате было несколько вопросов. Нет, ну в чате там были, да, мы на них уже ответили, и в самом вопроснике. Хочу еще, пока, может быть, кто-то придумает вопрос или печатает, хочу еще дополнить про трейл-ориентирование, именно про виды соревнований, там есть две дисциплины, прео и темпо. Прео – это когда ты по дистанции идешь, и вот у тебя есть на маршруте, например, 20 пунктов, и ты должен их взять, решить. А темпо – это на скорости, это мы называем спринт. Как раз вот то, что говорил Алексей, ты приходишь на точку, у тебя в руках нет карты, ты приходишь на точку в сопровождении людей, которые тебя при этом прикрывают зонтом, чтобы ты вообще не видел местность. Ты приходишь на точку, тебя сажают за стол, определенную позицию, открывают тебе местность, то есть открывают зонт, и ты видишь перед собой вот просто резко что-то, тебе дают карточку с картами, там, допустим, пять заданий, тебе нужно на скорость их решить. И ребята, кто там участвовал в европейских стартах, рассказывал совершенно, бывает неожиданное решение, когда тебя прикрывают, ты идешь, идешь, приходишь на точку, например, ты там был, не знаю, просто в поле, грубо говоря, в чистом, у тебя открывают обзоры, а перед тобой огромная скальная стена, которую ты вообще не ожидал там увидеть. То есть вот такие вот истории. И Алексей тоже проговорил, что для этого, этот вид вот спринт на скорость, который он максимально приближает всех, ставит в одинаковые слои, потому что мы все на одной даже высоте сидим, там стоит специальный стул, на который человек без инвалидности садится, и чтобы уровень обзора был, уровень глаз был на одной высоте от земли и относительно окружающей среды. Вот. Ну потому что понятно, что если ты стоишь, ты видишь это под одним углом, если ты сидишь под другим, и можно разглядеть какие-то нюансы местности, на темпы, ну вот на спринте так уже не сделать, это все на скорость решается, там не до этого. А скорости там сумасшедшие, там, ну, я не знаю, я за такую скорость, как лидеры мира решают эти задания, за такую скорость даже эту карточку не смогу перевернуть. Ну, конечно, там не хватает мирового опыта в плане получать этот опыт. Ну да, на развитие памяти, да. Если в среднем российские спортсмены в спринте решают пять задач за порядка там 50 секунд, то топовые скандинавы решают за 25 секунд. Вот, поэтому в спринте, да, надо сказать, у нас с медалями пока не очень хорошо, но мы тренируемся активно. Но все впереди у нас. Да? Да, да. У нас очень много подающих надежду юниоров, и, кстати говоря, тоже вот с целью развития трейл-ориентирования, Международная Федерация, она допускает, ну, на каждой, да, международной соревновании есть лимит, то есть количество, квота спортсменов, ну, например, на чемпионат мира эта квота составляет 6 человек от страны. И вот для развития трейл-ориентирования была еще дополнительная квота на юниоров. Четыре человека. Два человека паралимпийцев и два человека в открытый класс. То есть еще четыре человека. То есть всего от страны 10 получается. И мы этих юниоров вроде бы как нашли, начали готовить, но пока вот, пока наш визит немножко откладывается юниорский. Ну, ничего, подготовимся зато хорошо. Да, да, мы еще сильнее станем от этого. Обязательно, обязательно. Так, я смотрю, вопросов у нас нету. Видимо, все понятно. Уважаемые слушатели, мы вам, естественно, отправим данные по этому вебинару на почту. Также ролик, который мы сегодня показывали, у нас он есть уже в открытом доступе у нас на сайте, а также на наших соцсетях. Вот, поэтому смотрите и посещайте. Спасибо вам большое. До новых встреч. Кстати, у нас в понедельник 22-го числа планируется следующий вебинар также в 5 часов на тему профилактика, травматизма у людей с инвалидностью. Так что ждем вас всех снова. Спасибо большое Инессе за то, что она переводила нам. Вот. Все. До новых встреч. Да, спасибо большое. Всем большое спасибо. Спасибо всем большое. Всему хорошего вечера. До свидания. До свидания. Счастливо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...